Колга или Лена. В отдельных случаях формируется узкий залив, Эстуарий, являющийся продолжением речного русла. У российских рек такого рода заливы получили название Губа, например, Обская или Енисейская. Как вы помните, реки — это продукт климата. Климат, так же как и рельеф, формирует некоторые особенности речной системы. К этим особенностям мы отнесем типы питания, режим реки, густоту речной сети, годовой сток. Рассмотрим питание реки. Питание реки — это пополнение ее водой из различных источников. Источниками питания реки могут быть дождевые или подземные воды, а также влагообразующиеся при таянии снега и ледников. В соответствии с этим выделяются основные типы питания рек — снеговое, дождевое, ледниковое, грунтовое. Питание большинства рек нашей страны смешанное, при этом, как правило, преобладает один источник. Большая часть территории нашей страны находится в умеренно-континентальном типе климата, умеренного пояса. А это значит, что достаточно большую часть года здесь наблюдаются отрицательные температуры и наличствует снеговой покров. Поэтому большинство рек нашей страны питаются талыми снеговыми водами. Некоторое количество рек питается дождевыми водами. Например, на Дальнем Востоке, где большая часть территории находится в муссонном типе климата, такой тип питания является преобладающим. У всех рек в той или иной степени присутствует и грунтовое питание, которое позволяет рекам не пересыхать в период засухи или в период ледостава. Но такой тип питания не является преобладающим. Наименее характерно для российских рек ледниковое питание. Из крупных рек оно присутствует лишь у Терека и Кубани, истоки которых расположены в пределах высокогорье Кавказа. Незначительную долю ледникового питания имеет Катунь. Это один из истоков Аби, начинающийся на Алтае. Реки преимущественно снегового питания с весенним половодием. Это большинство рек нашей страны, протекающих по Восточноевропейской равнине, по Западносибирской равнине и большей части Среднесибирского плоскогорья из северо-востока России. Для рек этого режима характерны весенние и осенние подъемы уровня воды. Весной начинается таяние снега, уровень воды в реке поднимается и наступает половодие. Река выходит из берегов, затопляя пойму. Летом река возвращается в русло, а иногда даже мелеет из-за увеличения испарения. Это летняя межень. Осенние дожди часто приводят к кратковременным паводкам. В зимнее время река покрывается льдом. Реки ледникового питания с половодием в теплую часть года. К этому типу относятся реки Кавказа, Алтая, Камчатки. Реки муссонного климата с высокой водностью в теплую часть года. Это реки Приморья и Преамурья. Влияние летнего муссона приводит к паводкам летом, а малоснежная зима к маловодию зимой. Реки районов многолетней мерзлоты с повышенной летней водностью. Распространены в бассейнах реки Яны и Индигирки, частично в Забайкале и Прибайкале. Для них характерны летние паводки, так как на лето приходится таяние снега, выпадение дождей. И, наконец, реки с преобладанием дождевого питания и с паводочным режимом. Это реки Кавказа. Практически все реки России замерзают. Редостав начинается с сентября месяца с полуострова Таймыр. В октябре замерзают реки Сибири, а с ноября реки Восточноевропейской равнины. Реки Придкавказья и Кавказа обычно не замерзают. Таяние снегов и льда начинается как раз с Придкавказья, где-то с марта месяца. Еще одной характеристикой речной системы является густота речной сети. Это суммарная длина реки в расчете на единицу площади. Густота речной сети зависит от рельефа и от климата. Чем выше коэффициент увлажнения, тем, как правило, выше густота речной системы. На сегодняшнем уроке вы узнали, что реки России относятся к бассейнам трех океанов и бассейна внутреннего стока. Вы узнали, что от рельефа зависит характер и направление течения, а от климата – режим и типы питания. Урок окончен. До свидания.